добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и призвание мы говорили о цели мы говорили что первичное призвание то есть наше место в исполнении божьего плана для этого мира для нашего города и так далее вторичное призвание это когда мы находим как мы можем быть полезными в практических аспектах и мы ставим перед собой цели но сегодня я хотел бы сделать еще одну очень маленькую ремарочку промежуточные цели мы определяем сами но все-таки конечную цель перед нами ставит бог вот эту главную цель нашей жизни определяет господь всего сущего не мы с вами а именно как мы закончим где мы должны оказаться перед тем как войдем вечность где вот эта финишная ленточка для каждого из нас решаем не мы куда повернет тот или иной путь опять же решаем не мы наша задача добраться до этой цели и таким образом как первичное призвание так и вторичное призвание она все же определяется господом и поэтому я еще раз хочу повторить что призвание невозможно найти его нужно только получить знаете как вот найти свое положение в боге понять кто я в боге и войти в это и потом получить некий пакет знаете который ты вскрываешь и там написано что в это время ты должен быть в этой точке когда мы думаем что мы сами решаем свое призвание когда мы уверены что мы можем самостоятельно решить кто мы в боге куда мы движемся это выражение абсолютной гордости нам нужно с этим справиться знаете когда мы пытаемся дисциплинировать наших детей когда мы начинаем говорить им высокопарные вещи они смотрят на то являемся ли мы теми людьми того можно дисциплинировать кому мы подотчетны кто перед нами ставит направление нашей жизни если вы не подотчетны никому то очень сложно потребовать от наших детей подобной подотчетности как минимум это будет выглядеть совершенно несправедливо итак друзья цель нашей жизни определяет бог не мы не люди которые нас окружают не начальство которое стоит над нами а сам господь как услышать это призвание как понять это призвание все и просто и сложно во первых все вещи которые вы можете получить от бога откровения благословения и обетования они рождаются во взаимоотношениях другими словами если вы хотите узнать у меня что-то чтобы я с вами поделился чем-то вам необходимо со мной просто поговорить то же самое относится и к взаимоотношениям с богом если вы нуждаетесь в откровении все вы нуждаетесь в направлении если вы нуждаетесь в каких-то вещах которые будут определять вашу жизнь и целеустремленность поговорите с богом и поэтому очень важно чтобы мы строили отношения с ним поступательно шаг за шагом доверяемую свою жизнь просыпаясь утром поговорите с богом да если вы не слышите его поверьте он слышит вас открывайте свое сердце говорите с ним и придет этот момент когда бог начнет открывать нам сначала простые вещи а потом все более глубокие 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 и в итоге он покажет вам ту цель которую вам нужно стремиться